Голосы люди Шум города это не только двух проезжающих машин, звуки рекламы, а также голос людей. На самом деле огромную атмосферу делают уличные музыканты. Как они озаряют своей музыкой в улице города и сколько зарабатывают, сегодня знаем в выпуске. В СССР, как вы наверное догадываетесь, или слышали, или читали, все это вообще не поощрялось, музыкант должен выступать в концертном зале, на какой-то площадке, в каком-то подростковом клубе и так далее и тому подобное. Расцвет именно такой хаотичный, но живой и изнутри развивавшейся культуры уличной музыки, уличного музицирования. И вроде бы вот так вся молодежь оказалась на улице. Артистам достаточно будет просто аплодисментов, потому что как раз таки улица это место самовыражения и музыкант должен выражаться хотя бы для одного, иначе он не считается музыкантом. Теперь мечтать начну, учу, теперь одна мы стая. Только улыбайся, улыбайся, невесовость и воды, не отдайся. С 15-го года занималась всякой ерундой, то есть всякие профессии осваивала, но о музыке вообще как бы и не думала. Думала, все, уже, наверное, поздно, мои года ушли. Но мой муж, благодаря ему, вот буквально месяца два назад решил, что я здесь должна петь. Что я должна радовать публику? Заказал мне аппаратуру, все, пришла аппаратура и как бы даже, можно сказать, заставил меня работать на этих площадках, хотя я очень стеснялась по первости. А сейчас мне очень нравится, и мне, я прям кайфую от этого города, от людей, которые здесь, и от этого места. Мне очень нравится здесь выступать. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Музыка нас вязала, дядя нашей стала. Всему, кого нам вешали в ответ, нас не разлучат, нет. Спасибо, что вы поедете. Вам вообще эти цветы. Такой шикарный получился, да, момент там, цветы там все делала. Я вообще как будто на концерте в «Крокус сити-холл». О, Лиза, Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай, вы, как терпкое вино. Я всю жизнь увлекался музыкой. Просто я не профессионал, музыкального образования нет, так любитель. Вы, как терпкое вино. Вы, как терпкое вино. Сначала это было как... В общем, я пишу авторские песни, и я хотела посмотреть, как вообще моя музыка будет откликаться у народа. Вот, интересно. И как бы хотелось это посмотреть, нужно ли это вообще. Потому что я чувствую, это необходимо, мне просто кайфово стоять, петь свои песни. И здорово, когда ты поешь авторские песни, и каждый человек, который проходит, находит свой смысл в этом. Это здорово. Борьбы за место нету, единственное, у нас между музыкантами все, слава Богу, все хорошо. Конкуренции не знаем, такой конкуренции сильной нет. Мне кажется, конкуренция здесь словно не совсем уместна, потому что мы каждый, мы индивидуальны. И мы представляем свое творчество. Вот, оно отличается друг от друга, поэтому у меня, как я говорила, на каждого свой слушатель. Вот, кому-то понравится, кому-то не понравится, и поэтому мы все здесь уникальны. Видите, не каждый осмелится выйти вот так вот и спеть. Поэтому конкурентов не очень много. Мы делаем свою музыку и стремимся больше на медиа. Поэтому ни с кем не конфликтуем, и будем только очень рады сотрудничеству, если мы можем чем-то помочь. Лицензии нет, но у нас есть платформа, и на ней мы регистрируемся. Регистрируемся и забиваем свои точки. Единственное, не на всех площадках можно петь. Вот мы раньше первое время на Бауна 44 пели, где родина. И потом еще вот мне нравилось напротив Шаляпина. То есть там людям очень нравилось. Ко мне даже с Шаляпина работники подходили и говорят, пожалуйста, пойте здесь. Каждое утро, нам так нравится. Там окна открывали, слушали. А потом, оказывается, с аппаратурой, если ты не на гитаре, а просто с аппаратурой, как я, то можно только в определенных местах. Это все проходит через сайт, который специально был разработан для уличных музыкантов. Он называется Art Prospect. Можно так и забить, она найдется. На самом деле ничего сложного. Просто нужно успеть забронировать место. Это все абсолютно бесплатно, чтобы каждый мог самовыразиться на улице. Я всегда хотела быть собственником своего дела. Не на дяденьку, тетеньку работать, а хотела, чтобы... Когда хочу, тогда приду на работу. Захотела, ушла, захотела, пришла. Сама себе зарплату делаю, то есть сама себе директор. Вообще, самое первое, почему я пришел на улицу и в подземный переход, это от того, что нет возможности дома петь. А петь очень хочется. Или соседи по батареям стучат, или жена говорит, прекращай выйти, говорю. Насчет суммы разглашать, наверное, не буду, но хватает на продвижение своей же музыки. Средний заработок за 12 часов – 2,5 тысячи. Мне хватает, то есть слава богу. Там децибелы какие-то, не децибелы. Какие децибелы? Люди вообще балдеют, им пофигу. Они приходят, они сюда вот хотят прям послушать прям какую-нибудь кочевую музыку, потанцевая, то есть это их, получается, атмосфера. Тёмную ночь, обняв, как одеяло, ты для него родной устала. Я хотела бы дать совет. Перед тем, как многие сейчас это так делают неправильно, перед тем, как ты выходишь на площадку сюда, то ты порепетируй хорошенько где-нибудь дома. То есть это не репетиционное место. Здесь уже приходишь готовым музыкантом. Что на каждого артиста найдётся свой слушатель – это правда. Кому-то, естественно, может не нравиться твоё творчество, не отзываться. Кому-то, наоборот, очень нравится. Ты выходишь на улицу, и, поверьте, люди найдутся, которым понравится твоё творчество. Отпускай слезы, высыхают на ресницах. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Если этого не случится, то я буду делать эти штуки, несмотря ни на что. Субтитры сделал DimaTorzok